Здравствуйте! Пушкинское телевидение приветствует вас на канале 360 новостей. Узнавайте самую свежую информацию о жизни города Пушкина и Пушкинского района в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас! Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения итоговый выпуск новостей недели. В студии Павел Розин. И сейчас наша информационная служба расскажет вам о самых важных событиях Пушкинского района, произошедших за отчетный период. Парад коммунальной техники. В Пушкинском районе стартовал месячник по благоустройству. Гелевые ручки, заряженные на удачу. 5 апреля в Пушкинском районе стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы». МФЦ и БТИ под одной крышей. Теперь в многофункциональном центре можно получить все необходимые документы Бюро технической инвентаризации. Подготовка будущих силовиков. В Ргутисе состоялся открытый кубок по комплексным единоборствам. Баки и контейнеры. В сельском поселении Царевское поменяют схему расположения площадок для сбора мусора. Неприглядный вид. Инспекторы Госадомтехнадзора провели рейд по городским детским площадкам. Меняем макулатуру на парты. 5 апреля в школе микрорайона Завета Ильича появилась новая мебель. В этом году всероссийская акция «100 баллов для победы» проходит уже в пятый раз. Ее организатором является Рособорнадзор. Выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом с 11-ти классниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к экзамену. Сегодня акция стартовала и в Пушкинском районе, в школе номер 5. О секретах успешного обучения расскажет Евгения Коломеец. Алина Плотникова в прошлом году закончила золотой медалью Пушкинскую школу номер 5. Девочка училась здесь с подготовительных классов. Будущую профессию она выбрала давно и всегда знала, кем хочет быть. Алина мечтает стать архитектором. На сдаче ЕГЭ она показала отличный результат. Алина сумела набрать 100 баллов по русскому языку. Сначала я не поверила, как я рассказывала ребятам, я думала, что мне показалось, что мне там отшибло зрение, что там на самом деле 10 баллов. Я все неправильно написала, но потом поняла, что это 100 баллов, что это высший балл. И я не то, что была бы рада, не то, что была бы разочарована, хотя с чего бы это. Я была в шоке. 5 апреля в Пушкинской пятой школе Алина поделилась с 11-классниками секретом своего успеха. В первую очередь она хотела успокоить ребят и сказать, что ЕГЭ это не так страшно, как кажется. Также Алина подчеркнула, важно зарядиться положительной энергией и не думать, что будет, если не сдашь. На самом деле очень страшно, потому что я на публике обычно не выступаю, но передаю то, через что я прошла, поэтому довольно легко рассказывать об этом. В прошлом году в Пушкинском районе 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам набрали 9 человек. По русскому языку таких четверо, среди них и Алина. Ее мастер-класс проводился в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы». Вообще эта акция призвана для того, чтобы показать детям ситуацию с ЕГЭ не такой страшной и не такой пугающей. Пугает всегда то, что неизвестно. И если такие встречи традиционно будут проходить как можно больше со старшеклассниками, ну тогда и ситуации пугающих будет как можно меньше. В рамках акции «100 баллов для победы» по Пушкинскому району на протяжении всего апреля в школах будут проходить различные мероприятия. Это и мастер-классы, и встречи с выпускниками предыдущих годов. Будут проходить заседания районных методических объединений, где своими наработками методическими поделятся учителя, которые подготовили таких выпускников. Поэтому мы разнопланово подошли к этой ситуации. Кроме мастер-класса Алины, для 11-классников провели небольшую лекцию по психологии. Ее задача – придать ребятам максимальной уверенности в своих силах и зарядить их положительной энергией. Мастер-класс интересный, потому что нужно поработать компанией, например, с одноклассниками, показать сценку, с которыми обычно мы не очень контактируем, но мы не совсем с ними общаемся сейчас. Подумать над этими словами было интересно. Я, например, немножко перепутала задачу, написала не совсем то, что надо. Но вот, тоже интересно было посмотреть. Почти лень только положительные остались. Особенно по-настоящему придумали свои вторые имена и минутка отдыха. К ребятам в гости Алина Плотникова пришла не с пустыми руками. Каждому она подарила гелевую черную ручку, которая им пригодится на экзамене. Она должна стать их талисманом. Мастер-класс дал уверенность, понятность, как правильно сдавать ЕГЭ, как себя вести. Ну, в принципе, мы и так это до этого знали. Просто теперь убедились. Еще ты понимаешь, что он возвращается, все с ним хорошо, живой, здоровый. Поэтому ничего страшного, все сдадим. Евгений Кламец, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение. В Пушкинском районе началась пара субботников. Работы по благоустройству, согласно традициям, открывал парад коммунальной техники. Автопарк, выставленный на территории Дворца спорта Пушкина, посетил глава районной администрации Евгений Жирков. 30 марта у Дворца спорта Пушкина стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города и района. Все коммунальные службы представили свою технику. Общее количество составило 126 единиц. Сейчас мы насмотрим, у нас представлено 11 единиц техники. Техника в следующем время уже практически вся переоборудована. Всего общее количество единиц техники в летний период будет 19 единиц. Конечно же, этой техники не хватает. Но на сегодняшний момент подали заявку на приобретение 4 единиц техник, которые будут одобрены. И в этом году 100% поступит. Любой переходящий период является сложным. Тем более, в весенний период после оттепления достаточно большое количество появляется мусора. Ну, пока справляемся. В течение месяца коммунальщики приведут в порядок дворовые территории, дороги и места отдыха. Некоторые службы уже начали работу по благоустройству и поэтому не присутствовали на осмотре техники. На самом деле, субботники у нас начались уже давно, потому что вылезает после таяния снега очень много мусора. И силами коммунальных служб мы ведем на уборку территории. Сегодня, да, первый субботник, официальный первый субботник. И все коммунальные службы, которые сегодня не заявились на осмотре, они работают непосредственно на своих рабочих местах с жителями нашего города. Только за первый день субботника было выведено почти 400 кубометров мусора. И это невозможно было бы сделать без профессиональной и качественной техники. Уверен, что эта техника вам поможет убрать нашу территорию, весь Пушкинский район. Работы после зимы достаточно много, не только на дорогах, но и во дворах. Поэтому вместе с вами, с жителями района, будем выходить и поправлять ситуацию. На территории нашего города и района уборка будет проходить 6, 13 и 20 апреля. Примут участие не только коммунальные службы. Привлечены государственные учреждения, учебные заведения и другие структуры. Все жители Пушкинского района приглашаются на субботники. Необходимый инвентарь для уборки дворовых территорий можно получить в ЖЭУ управляющих компаний. Ольга Алексеенкова, Константин Кузнецов, Пушкинское телевидение. С 1 марта текущего года действует единый уведомительный порядок регистрации домов на землях СНТ, ДНТ и ЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов. Для того, чтобы люди могли правильно подготовить необходимые документы, в многофункциональном центре на 1-й Серебрянской улице 4 апреля открылся консультационный центр по услугам, которые оказывает БТИ. В этом году заканчивается действие дачной амнистии, но при этом с 1 марта вступили изменения в законодательство, где для того, чтобы зарегистрировать жилой дом, необходимы дополнительные документы. Как их подготовить, как подать заявление в администрацию, как их оформить, мы консультируем сотрудников для того, чтобы в кратчайшие сроки граждане реализовали свое право собственности, а государство получило налоги с этого. В открывшемся центре можно получить бесплатные консультации по земле, даче, жилым домам или квартирам. Кроме того, здесь же доступны все услуги БТИ, в том числе и заказ необходимых документов. Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В среду, 3 апреля, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая посетила Пушкинскую районную больницу. Учреждение было включено в государственную программу здравоохранения Подмосковья. На ремонт четырех зданий выделили около 300 миллионов рублей. Как будут реализованы средства, узнавала наш корреспондент Ольга Алексеенкова. Капитальный ремонт Пушкинской районной больницы просто жизненно необходим для жителей города. Некоторые отделения не ремонтировались с 80-х годов и давно устарели не только по внешнему виду, но и по своей функциональности. Чтобы хирургический корпус, как современное лечебное учреждение, имел функционал, когда все операционные объединены в операционный блок, когда реанимация находится в одном месте, а не в нескольких местах, когда и в операционных, и в реанимационных залах имеется все современное оборудование. Поэтому вот как раз сейчас над этим мы работаем. В апреле планируется начать ремонт детского инфекционного отделения. Затем хирургический корпус, который также требует капитального ремонта, включая замены внутренних инженерных сетей. Хирург Мария Зотова работает здесь с 2002 года и вспоминает, как еще 17 лет назад последний раз делали косметический ремонт отделения. До тот момент тоже было достаточно плачевное состояние хирургического отделения и корпуса в целом. И именно в том же году начался косметический ремонт. В 2002 году делали предыдущий ремонт в этом помещении. Без ремонтов, без строительства мы просто войдем в утопию. Чего делать категорически нельзя. Наш район должен развиваться в любом случае, как бы то ни было. Мы должны пытаться входить во все возможные программы. На государственные программы возлагает большие надежды и Владимир Михайлович. Ведь в ремонте нуждается 70% зданий Пушкинской центральной районной больницы. Правда, руководители клиники уже своими силами сделали немало. Постепенно на средства оказанных платных услуг они ремонтируют палаты, наводят красоту и уют внутри помещений. Но самый главный и долгожданный ремонт еще впереди. Самое сложное – это, конечно, процесс ремонта. Все мы знаем, очень часто сталкивались с тем, что выходят недобросовестные подрядчики и некачественно делают. И вот этот момент, когда все начнется, нужно будет все отслеживать, смотреть, контролировать каждый шаг для того, чтобы этот ремонт не затянулся на долгие-долгие годы. Помимо ремонта будет получен и новый флюорограф, что позволит увеличить количество оказываемых услуг и улучшить качество флюорографического обследования. И всем этим можно будет воспользоваться уже к концу этого года. Ольга Алексеенкова, Константин Кузнецов, Пушкинское телевидение. Сотрудники Государственно-административно-технического надзора провели рейд по городским детским площадкам. Особое внимание уделили игровым элементам и содержанию территории. Так, например, на улице Некрасова возле дома номер 8 информационный стенд находится в ненадлежащем состоянии. Сидения на качелях-балансирах заменили неправильно. Его внешний вид не соответствует нормам безопасности. По данному адресу в соцсетях была размещена информация, что тут ребенок порезал руку. Мы вышли сейчас на место, посмотрели. Да, есть вытаивший мусор. УДУК, конечно, убирается, но все равно будет привлечено к иностранной ответственности, потому что детская площадка – это одно из самых опасных мест на самом деле. И к нему должно быть повышенное внимание. Состояние детской площадки в Центральном парке культуры и отдыха инспекторы посчитали удовлетворительным. Но есть мелкие недочеты. Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. В Российском государственном университете туризма и сервиса состоялся турнир по комплексным единоборствам. В боях на татаме сошлись около сотни спортсменов допризывного возраста практически из всех федеральных округов России, а также Донецкой Народной Республики. Соревнования были приурочены к открытию 16-го семинара совещания представителей силовых ведомств стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Боевая и физическая подготовка молодежи – одно из приоритетных направлений в работе ОДКБ. Наших ребятишек, которые занимаются комплексным единоборством, очень большой спрос в силовых структурах. Их с удовольствием берут и ВДВ, и морскую пехоту. Они как только не указывают в анкете в военкомате, что они занимались комплексным единоборством, они идут на расхват. Задача этого вида спорта в короткие сроки научить нашего сотрудника бить, защищаться от удара, сваливать, выполнять болевые приемы. Наша задача его в короткий срок обучить, чтобы он мог выйти победителем в схватке с правонарушительным преступником. В ходе семинара участники планируют обсудить ряд вопросов, связанных с развитием комплексных единоборств и физической подготовкой молодежи на международном уровне. Данный вид борьбы широко применяется при подготовке сотрудников силовых структур в государствах, входящих в состав ОДКБ. До 30 апреля в сельском поселении Царевское представят откорректированную схему санитарной очистки. Туда войдет перечень всех адресов, куда установят контейнерные площадки, а также информация о вместимости и количестве баков. В рейд по частному сектору с общественной палатой и представителями районной администрации отправилась Инга Лапикова. С рейдом комиссия, состоящая из представителей районной администрации и руководства сельского поселения, побывала в селе Царево и деревне Лепешки. Все контейнеры здесь установлены по временной схеме. Контейнеров для сырого мусора достаточно. Для сбора вторичных отходов тоже достаточно. Бумаги, стекла и пластика. Не хватает либо отсека, либо контейнера для крупногабаритного мусора. Временная схема – мера вынужденная. Из-за того, что раньше в поселении Царевское был пакетный сбор мусора, контейнерные площадки отсутствуют. Сейчас предстоит большая работа по их установке. Согласно требованиям, это будет место с твердым покрытием, ограждением и навесом, а также баками для вторсырья. Сельское поселение Царевское разрабатывает схему санитарной очистки поселения, вернее актуализирует ее в соответствии с рекомендациями, которые к нам поступили от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и с данными, которые предоставил региональный оператор по мусорообразователям, накоплению. После того, как схему согласуют и утвердят в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, приступят к установке контейнерных площадок. Деньги на эти цели заложены в бюджете Пушкинского района. Инга Лапикова, Александр Девкин, Пушкинское телевидение. Весной прошлого года в нескольких школах Пушкинского района проходил сбор макулатуры. Он был организован в рамках экологического проекта «Зеленый марафон». В сборе приняла участие и Пушкинская школа номер 11 в микрорайоне Завета Ильича. Учениками было собрано более 3000 килограмм макулатуры. После ее переработки на вырученные средства в школу закупили несколько парт для кабинета английского языка. «Зеленый марафон» у нас сейчас проходит второй год уже. То есть первый год закончился в декабре. Сейчас начинаем, открываем второй сезон. Всех призываем к участию. В течение всего года будет продолжаться «Зеленый марафон». Призовой фонд у нас в этом году повысился 200 тысяч рублей общий. Тем самым каждая школа может поучаствовать. Также в прошлом году в акции приняли участие 8 школ Пушкинского района и детский садик «Вишенка». Черкизовская школа набрала 5968 экобаллов. На вырученные после переработки макулатуры средства здесь закупили картриджи для принтера. Их волонтеры доставили в Черкизово 5 апреля. Это были все главные новости на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите Пушкинское телевидение. До свидания. Локи. Время новостей. Игра мы сейчас.